парень из индии прикормил голубя посадил себе на голову на голову голубь сел и у меня сегодня не рабочий день суббота потому что да я сегодня вообще знакомлюсь с алматы я здесь впервые друзья давайте начнем наше знакомство с городом алматы я как турист могу чего-то не учесть но все же постараюсь дать какое-то общее представление прилетел я в аэропорт там же сразу же на выходе оформил за 10 минут казахскую sim-карту теле 2 и оттуда сразу рванул город очень удобно что в городе работает как яндекс такси так яндекс навигатор причем яндекс такси поддерживал мою российскую карту просто шикарно до гостишки доехал всего за полчаса итак первый день у меня выходной суббота я просто вышел из отеля и пошел так сказать куда глаза глядят а куда они глядят было правильным решением выбрать гостиницу именно здесь потому что совсем рядом с ней расположено несколько местных достопримечательностей вознесенский кафедральный собор уникальное архитектурное сооружение это одно из высочайших в мире деревянных зданий самый высокий в мире православный деревянный храм на высота храма составляет 46 метров закладка его состоялась в 1903 году после долгой подготовки инженерных расчетов и освещения закладки храма епископом пайсеем он же виноградов из какого дерева построен собор из древесины тяньшанской ели в так называемом бунтарском стиле русского модерна оригинальные конструкции высотного здания обеспечили надежность сооружения во время разрушительного землетрясения 1911 года чтобы вы понимали вес некоторых из колоколов собора почти 4 тонны и они не пострадали 2007 году национальным банком казахстана была выпущена монета с изображением собора номиналом в 500 тенге из серебра 925 пробы и тиражом 4000 здесь рядом с храмом конечно наверное самые такие откормленные голуби которые уже наверно не взлетают сразу ребята продают семечки очищенные семечки причем зачем голуби напрягаться все естественно подходят кормят красиво очень красиво каток перед храмом продаются разные сувениры включая советские товары поэтому классно морозно но солнышко конечно делает свое дело парень из индии прикормил голубя посадил себе на голову насыпал семечками на голову голубь сел короче а те фотографируют собор находится на территории парка имени двадцати восьми гвардейцев панфиловцев раньше его название несколько раз менялась в 1899 году он был назван в честь александра пушкина пушкинский сад 1919 году парк павших борцов за свободу потом местный парк имени ленина ну а кого же еще нынешнее название парк получил в 1942 году в честь 28 гвардейцев панфиловцев в память о подвиге в период великой отечественной войны бойцами 1075 полка 316 стрелковой дивизии сейчас здесь есть аллея славы на которой расположены обелиски с именами героя аллея примыкает к мемориальному комплексу воинской славы и вечному огню и приурочен к 30 годовщине победы мы пойдем дальше дальше исследовать достопримечательности алматы далее мы с вами двигаемся в сторону национального музея это центральный государственный музей республики один из старейших и крупнейших музеев страны и всего центрально азиатского региона здание музей само по себе тоже в какой-то степени произведения искусства она сочетает себе как современные тенденции архитектуры так и национальные мотивы его фасад украшен традиционными казахскими узорами и элементами в коллекции музея около 300 тысяч единиц хранения в музее находится редчайшие экземпляры книг и рукописи в том числе и на староказахском в общем если вы хотите узнать получше историю страны то начните свой тур именно отсюда ребят я не планировал сегодня снимать учебные заведения я совершенно случайно набрел на сарбону казахстан меня просто тянет тянет к учебным заведением я что про это знаю я ничего тут не знаю поэтому местные ребята мне любезно согласились рассказать что здесь есть мы сейчас где получается что это за учебное заведение что здесь можно учить и вот немножко можно сказать это учебное заведение называется педагогический университет авая имени авая здесь учится педагоги например я сам учитель русского языка начинающий класс еще есть английский язык учитель физкультура и разные так и так далее а вот это это сарбона здесь учится для министерства образована образование и так далее и я не мата и языки до раза языки есть разные понедельник значит после выходных я встречаюсь с нашими ребятами у у нас здесь офис и я собственно говоря приехал с ними поздороваться с некоторыми познакомиться и мы здесь в алматы проводим выставки реклама на канале про выставку если вам очень интересно учеба учеба за границей что за выставка такая что она представляет то есть мы приглашаем представителей зарубежных учебных заведений школ вузов детские лагеря возможно кого-то интересует поехать за границу получить английский французский немецкий все что угодно можно прийти на выставку можно пообщаться с представителями лично с разных стран мира попрактиковать свой язык плюс будут лекции то есть рассказывают как на конференции тед конференции представляете да вот рассказывают там про то что происходит в образовании какие тренды какие крутые профессии короче какие популярные где сколько можно денег зарабатывать какие перспективы короче все 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 вот это об этом и во всем можно узнать интересное и само название алматы его можно перевести с казахского как яблоневой а вот алмата через тире это комбинация двух слов алма яблоко а то дед по некоторым версиям это название можно перевести также как отец яблок но есть и мнение будто бы это просто два отдельных слова которые не поддаются смысловому переводу уважаемые алматинцы если вы смотрите это видео напишите пожалуйста в комментариях как же все таки будет правильно переводить название города привет вам из моего алматинского номера гостиница у меня относительно небольшая ну хотя как небольшая гостиница раз-два-три-четыре-пять даже шесть наверно ничего такая и не и не маленькая хороший такой ценник большой номер как такая квартира студия что ли неплохая квартира студия две кровати раздельные диванчик тоже раскладывающийся пожалуйста большой стол что мне надо чтобы можно было разложить все мои причиндалы коридор есть куда вещи положить их шкаф пожалуйста есть зеркало ванны нет но душ такой и внизу есть спа небольшой спортзал у меня входят завтраки тоже что большой плюс но я двигаюсь дальше на одна из самых известных достопримечательностей города коктубе это холм с самым лучшим видом на город особенно красиво здесь во время заката находится гора на высоте 1100 метров касательно названия холма тут тоже вариантов несколько зеленый холм голубой холм или небесный холм здесь на склоне расположены и алматинская телебашня в высотой в 372 метра который считается одним из символов города и самым высоким его строением знаете что мне сразу же напомнило это место в сеуле я когда был в южной корее там я тоже поднимался к телевизионной башни она на горе тоже вид на город со всех сторон и тут холмы их ресторан есть но в сеуле нет колеса обозрения в 2007 году здесь установили первые в снг памятник кому группе битлз еще здесь находится один из символов города фонтан алма выполнены в виде яблока его называют также фонтаном желаний считается что если загадать желание прикасаясь в этот момент к яблоку и бросить в фонтан монетку то она обязательно сбудется о вот такие штучки удобные турист информейшон там филов стрит астана сквэр и и кунаев стрит турист информейшн центр туда вот такой небоскреб тут стоит у нас панфилов стрит налево и астана сквэр площадь астаны тоже налево и и а алматы вообще окружен горами с трех сторон вы конечно же слышали про гору тяньшань она находится на территории сразу четырех стран кыргызстана китая узбекистана и собственно казахстана название гора получила с китайского что значит небесные горы или божественные горы при этом долгое время жители поднебесной вообще близко не подходили к горам так как считали будто между хребтами живут драконы зато сейчас гора входит в список объектов всемирного наследия юнеско в китае город алматы сам же находится у подножья гор заилийского алатау алатау значит пестрый гор здесь водится теньшанский бурый медведь снежный барс и фазан кстати алматы расположен у подножья в сейсмической зоне здесь постоянно происходит землетрясения пока я был в алматы мне писали ребята что у нас здесь прямо сейчас происходит землетрясение хотя я ничего не чувствовал сейсмологи говорят что на протяжении года в казахстане в целом фиксирует более десяти тысяч землетрясений представляете себе такое но почувствовать из всех этих тысяч землетрясений можно только 20 вполне вероятно что во время моего визита в казахстан действительно было землетрясение просто она никак не чувствовалось чтобы всегда быть начеку в институте сейсмологии используют данные сети сейсмологических станций которые находятся в сейсмоопасных регионах казахстана какая самая высокая точка страны пик хан тенгри его высота почти 7000 метров находится пик на границе трех стран казахстана киргизии и китая впервые пик упоминался в китайских хрониках которые были написаны более 1200 лет назад в тюркском мире эта гора была местом жительства божества поэтому и название горы можно перевести как повелитель неба ай какое здание крутое знаете что казахстанско-британский технический институт очень такое серьезное здание колонны широченные и ниже нацбанк немножечко тут не хватает такого голубого прям небо белых облаков может быть зеленая здесь такая лужайка летняя а мы сейчас красиво зимний морозно прикольно но летом с такими яркими красками было бы тоже бомба на как вы считаете хорошее такое место советую сюда прийти здесь студенты ходят люди гуляют фоткается все с собачками тоже гуляют классно классных успех друзья но и пользуясь случаем хочу пригласить вас к нам в гости в офис в алматы на 24 этаже откуда также открывается прекрасный вид на горы косметичный вид не отста mastery отрицательный вид не даже не отрицательный вид не создавая казахстан Субтитры создавал DimaTorzok